Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии радио «Болтком» программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. Доброе утро всем. Вчера было два года, как не стало одного из самых значимых драматургов и учителей, наверное, русского театра современного, Михаила Угарова. Я последние несколько дней читала очень много о нем и в фейсбук его старый, читала, который не закрыт, и до сих пор его можно видеть. И перечитывала какие-то его, и смотрела лекции, которые сейчас выкладывают в ютубе, в интернете можно смотреть. И вспоминала сама, как я его видела, и решила, что стоит рассказать о Михаиле Юрьевиче. Я не могу сказать, что я была человеком его круга. Я все-таки занималась немножко другим театром. Я занималась фестивалем «Новый европейский театр» в тот период, когда в Москве бурлила жизнь новой драмы. И это все долетало до меня таким немножко отдельным. Я не была театральным критиком в то время, я занималась больше такой административной работой, у меня было много нагрузок своих по работе. И я просто слышала, до меня долетала, я знала о них. Я, конечно же, как и все в 90-е годы смотрела сериал «Петербургские тайны», который вы, наверное, тоже многие из вас помнят. Один из самых первых захватывающих сериалов, которые были на российском телевидении. Авторами этого сериала были Елена Гремина и Михаил Угаров, одними из драматургов этого сериала. Михаил Юрьевич, я знала Елену Гремину, потому что я работала в Амхате, где шла ее пьеса «За зеркалом». И мы так очень тоже кратко, но тогда познакомились. И я смотрела за какими-то премьерами, спектаклями, знала о них. Но начало 2000-х спектакль «Кислород», который был показан в рамках фестиваля «Новый европейский театр», когда я смогла пролезть в маленький театр «Док», в который было попасть очень трудно в трехпрудном переулке, как представитель фестиваля и посмотрела спектакль, конечно, перевернул во многом мое ощущение от театра в тот период. И было очень здорово, что такие перевороты случаются именно в твоем театре. Театре, который говорит на языке, которому принадлежишь тоже ты. Что это не привоз из немецкого какого-то театра или какого-то французского прекрасного театра или английского, а то, что это родилось здесь у тебя, здесь, на твоих глазах. Ребята примерно следующего поколения, как Иван Ворыпаев и Арина Маракулина, которые все это исполняли, и Виктор Ижаков, один из самых интересных режиссеров нынешних, который все это сделал. И я начала туда ходить, иногда захаживать, смотреть какие-то спектакли. Появился фестиваль «Новая драма». Я слышала о фестивале «Любимовка», на который я тогда еще не ходила, не успевала. Но я об этом очень много читала и внимательно за этим следила. А, наверное, первая встреча моя с Михаилом Юрьевичем была как раз за кулисами театра «Дог». Мы сидели, обсуждали что-то с Леной Греминой, с чашками чая, куда пришел он. И тогда еще можно было везде курить. А он очень много курил всегда и не собирался от этого отказываться ни по каким причинам. И в этом была какая-то его тоже противостояние, неким запретом. А потом случился 2011 год. Меня пригласили работать в московское правительство. Мы встретились с Еленой Греминой. Говорить о том, что можно было бы сделать и придумать, чтобы привлечь все вот это поколение, которое они воспитали в театре «Дог» с Михаилом Юрьевичем. А за 10, ну, к тому же 9 лет было, конечно, сделано очень многое. Они с Михаилом Юрьевичем и у себя дали возможность реализоваться очень многим людям в театре «Дог». И в своих поездках по России находили многих людей. И открывали новые имена. И давали толчок к развитию творчества многим. И мы тогда придумали программу «Классика в школах». И актеры театр «Дог», возглавляемые как раз Еленой Греминой. Мы договорились с четырьмя школами в Москве, куда они ходили регулярно. И с помощью технологии театральной педагогики работали с разными детьми. Школы были очень разные. Были школы, в которых были в основном мигранты. Были школы в основном... Какая-то очень престижная одна школа была. Была школа, где учились дети с инклюзией. Где были очень разные дети. Где были дети с какими-то проблемами со здоровьем. И это был очень интересный опыт и для театра «Дог», и для школьного образования в Москве. Они потом это делали уже несколько лет, уже после того, как это закончилось. Но потом закончился и этот проект тоже, к сожалению. Но в рамках этого проекта мы тогда дополнительно выделили деньги на адаптацию классических произведений. Я знаю, что очень многие люди этого не любят. Но театр, современный театр, он все-таки должен говорить на языке, который люди понимают. Тот, который звучит в пространстве вокруг них. На улице, дома, из телевизоров, пусть даже. Или из музыки, которую они слушают. И было написано четыре пьесы, выбранными драматургами. В том числе была написана пьеса Михаила Мугаровым «Маскарад, маскарад». Которая, в общем, сейчас идет. И я очень рада, что каким-то таким образом все-таки причастна к тому, что делал Михаил Юрьевич Угаров. А потом случилась еще одна наша с ним встреча, когда в театре центра драматургии режиссуры вдруг оттуда пошли письма чиновникам о неладном состоянии дел. И мне кажется, это было первое разногласие внутри одного поколения и вроде бы людей, делающих одно и то же дело. Когда выяснилось, что горизонтальный театр и горизонтальный способ управления, который проповедовал Михаил Юрьевич Угаров, вошел в клинч со стремлением структуры выстроиться в вертикаль. И там все кончилось не очень хорошо. Этот актерский бунт или сотрудников каких-то отдельных не удалось никаким образом погасить в течение полугода. И Михаил Юрьевич был вынужден уйти из центра драматургии режиссуры и уже занимался исключительно театром ДОК. В последние годы потом случилась известная история, когда театр ДОК закрыли, в их здании опечатали. В Трехпрудном переулке они нашли новое помещение, ремонтировали его своими руками. В другом районе Москвы на Разгуляе было прекрасное помещение с отдельным входом, с собственным двориком. Я помню, как на первом спектакле, который там игрался, Михаил Юрьевич читал очень большую какую-то речь, прекрасную о том, что мы как общество создаем своими руками, потому что действительно было построено собственными руками, приходили драматурги, актеры и ремонтировали помещение для того, чтобы там можно было играть в спектакли. А потом снова закрыли это помещение, потому что арендатор в какой-то момент получил какие-то, видимо, уведомления и запретил театру находиться там. Переехали в Третье здание, Третье здание с Третьим зданием тоже были проблемы. В общем, эти многие проблемы, постоянные приходы представителей власти, проверки спектаклей на какие-то экстремистские выступления, вообще какие-то постоянные преследования и давления привели к тому, что два года назад весной сначала ушел Михаил Юрьевич, а потом вслед за ним ушла и Лена Гремина. Это история, которая касалась лично меня, и я просто про нее рассказываю сейчас, как человек, который хотел бы сделать такое выступление, но на самом деле мне кажется, что лучше всего я вам прочитаю какие-то воспоминания о них и, наверное, выдержки и цитаты из того, что говорил и писал Михаил Юрьевич. Михаил Юрьевич сначала был артистом в Кировском театре, в Кировском тюзе. В этом Кировском тюзе тогда работали несколько человек известных. Это Алексей Владимирович Бородин, который сейчас подглавляет Российский академический молодежный театр. Мы немножко вот сейчас замыкаем сегодняшнюю программу с предыдущей, когда у нас в гостях была Софья Михайловна Апфельбаум по скайпу. У нее сегодня день рождения, поздравляем ее. Соня, чтобы все закончилось неприятное и началось только интересное. И испытания были только связаны с профессией, когда надо преодолевать какие-то трудности на сцене, в театре, когда это дает развитие, а когда это не отбрасывает назад. Как тот процесс, в который тебя втянула судьба. И нынешний директор Большого театра Владимир Урин, Владимир Георгиевич. Но я хочу прочитать вам очень интересные воспоминания о Михаиле Юрьевиче в первых годах работы в театре, в Кировском Тюзе, Александре Клокова. Это было опубликовано в журнале «Театр». Журнал «Театр», который был посвящен целиком Михаилу Угарову и Леониду Греминой. Я вам хочу прочитать, потому что мне показалось, я когда изучала сейчас все, что можно вам рассказать, мне показалось, что просто этот текст, он прекрасный совершенно сам по себе. Мы познакомились с Михаилом Угаровым в 1980 году, когда я приехал в Киров. Первая пьеса, которую я там ставил – «Любовь, джаз и черт» Иозаса Грушиса. И я сразу увидел в Миши, который до этого был занят в основном в небольших эпизодических ролях интеллектуального и интеллигентного героя. Он идеально подходил для роли Андриуса, который мне хотелось строить на несоответствие и обаяние. Угарова, его зажатости и нервности. Помню, в нашем спектакле ему даже приходилось танцевать. Балетмейстер Лариса Исакова специально поставил номер, где требовались пластичность и грациозность, что для Миши было, конечно, совершенно немыслимо. Но в итоге получилось предельно открытое, даже трепетное исполнение. Думаю, это был пик его актерской карьеры. Тогда он явно искал себя в Грушу, с его темой пластика и угловатость. Удачно соединились вместе. Первый мой кировский спектакль очень нас сблизил. Жили они тогда с Мариной, это первая жена Михаила Угарова-Наваровского в актерском общежитии, где мы сидели ночами, разговаривали про пьесы и спектакли и быстро сдружились. В следующем моем спектакле по Янушу Корчику Миша играл короля-матюша. Вернее, играл он, конечно, не короля, а удивительную наивность и простодушие своего персонажа. Потом были еще спектакли по произведениям Василия Быкова, Бориса Васильева, Юрия Висбора. Но, думаю, играть ему тогда уже не особо нравилось. Однажды мы сели разговаривать и договорились до того, что у Миши природа не актерская. И я даже сказала ему тогда, что странно, что он актер. У него не было азарта игры, той особой энергетики, которая должна лететь в зал зрителя. Как раз вскоре после этого разговора у нас в театре освободилась должность завлита, которую Мишей занял. Ему действительно другое в театре было интересно. Он существовал на сцене не ради игры, а как бы заманивал зрителям в воронку. Играл жизнь, за которой надо наблюдать. И ставь завлитом, он начал продвигать совсем другие вещи. Совсем не то, что раньше мы ставили. До Миши репертуар у нас был довольно классический. Он, например, начал с подъезда Екименко и Туманенко, где сам же играл. Ему был дорог очень этот спектакль, потому что это была жива реальная история про подростков с иной лексикой, с иным видением, а не Островский, который ему изрядно надоел. Но поворотной точкой стал тот момент, когда он как режиссер начал ставить современные пьесы на малой сцене. Там был свой отдельный мир, свое видение, совсем другое существование. В каком-то смысле это был другой театр. И дальше этот разлад только рос. Да и мы с ним расходились все больше. В последнее время, после моего отъезда из Кирова, общались через Фейсбук и однажды встретились на рынке. Как только он стал зафлитом, он сразу перестал актерствовать. Может, он и раньше мечтал о драматургии, но по-настоящему писать начал лишь тогда. Да и о режиссуре думать тоже. В результате возник его чудуковатый, странный, заразительный театр, в котором он занимал не только актеров, но и обычных людей. Ему всегда хотелось, чтобы в театре было больше остроты, сиюминутности, с сегодняшнего дня. Театр с декорациями и костюмами выводил его из себя. Его интересовали человек за чертой, тайны подсознания, внутренняя история. Помню, мы ставили предместе в Ампилово, и там все начиналось с того, что Сарафанов пьет водку из граненого стакана под тусклой лампой без абажура. Мишу очень нравилась эта сцена, потому что в ней было мало света, минимум выразительных средств и ощущение остроты жизни. Но вообще его раздражение против игры, против театра, росло, ему хотелось свободы. Творческая, человеческая должность Завлита была тогда сопряжена с сидением за столом с девяти до шести и заполнением справок в РАО. Теперь это не так, но раньше у Завлита было много административных обязанностей, и Мишу от этого прямо корежило. Очень сложно до глубокой ночи писать пьесы, а потом приходить на работу к девяти часам утра. Естественно, этот дурацкий регламент его дико напрягал. Так что уход его из театра был абсолютно логичным и понятным. Ему было необходимо развитие, он, очевидно, хотел изгнать из себя традиционный театр и развиваться дальше. Для меня это история про архангела Городского самородка, человека, который бесконечно сам себя рождает и ищет свой путь. Теперь после Мишины смерти, когда рассматриваешь его жизнь в обратной перспективе, вспоминаешь многое из того, о чем мы когда-то давным-давно говорили. И все это встает на свои места. Возвращаешься мысленно к этим бесконечным до трех часов ночи, беседам на кухне, с немыслимым количеством сигарет, с маленьким Ванькой, который спит в соседней комнате. Мне кажется, Мишу больше всего смущало, что в театре много театра. Ему хотелось всего другого, и людей, и пьесы, и спектаклей. Потом он приезжал в Киров с обломов, и это для нас всех было, конечно, большое открытие Миши как режиссера и драматурга. А еще позже мы в театре ставили его пьесу «Газета русский инвалид» за 18 июля. По-моему, я сделал спектакль немного в свою сторону, но Миша, когда приезжал на премьеру, деликатно ничего не сказал. Думаю, он вкладывал в свой текст больше иронии и сарказма, но все равно было очень интересно работать с пьесой человека, с которым я, да и занятые в спектакле, актеры были когда-то так хорошо и близко знакомы. Играли мы ее на сцене для ста человек, в условиях, приближенных к малой сцене, на расстоянии, вытянутой руки от зрителей, ничего не форсируя. Так, как любил Михаил Угаров. Вы знаете, я еще хочу вам почитать выдержки из живого журнала Михаила Юрьевича. Эти выдержки тоже напечатаны в журнале «Театр». Готовила их Елена Ковальская, человек очень для меня важный тоже. Она долгие годы работала вместе с Михаилом Юрьевичем и с фестивалем «Любимовка», и она написала тоже прекрасные слова про него. У дневника живого журнала Михаила Юрьевича есть лозунг «И так, и так». Это фраза внучки Угарова Полины, которой она выражала отношение к происходящему. Таким был и подход Угарова в театре. Он называл это «Ноль позиций». «Ноль позиций» Угарова ведет свое происхождение с теорией Ролана Барта о нулевой степени письма. Взгляды Угарова формировались в начале 90-х под влиянием французских философов, которых тогда только-только стали переводить на русский. Он не скрывал этого. Напротив, сам дневник его назван как «Трактат леворадикала Гидебора» – «Общество спектакля». Угаров остро ощущал подмену реальности образами медиа и массовой культуры, тогда как в обществе непосредственное переживание оттеснено представлением, театр должен взять на себя задачу обнаружения и фиксации реальности. Для зрителя он должен стать местом непосредственного переживания. Поиском оптики, подхода художника к реальности, будь он драматургом, режиссером, кинооператором или артистом, Угаров был одержим. Многолетняя документальная программа в «Театре ДОК», которая продолжает свою работу и сегодня уже без Угарова, так и называется «Охота за реальностью». Прочитаю выдержки из живого журнала Михаила Угарова. «Где я возьму такого актера, чтобы ему зрители верили так, как я верю тексту?» То есть безусловного актера. У нас таких нет. Даже у Казанцева и в «Театре ДОК». Например, Хабенскому я не верю. Я как зритель договариваюсь с ним, что я буду ему верить на договорных условиях. Это допущение. А чтобы вот так, безусловно? Нет, конечно. Один музыкант жаловался, что в России не исполняют некоторых современных композиторов, потому что музыканты не владеют адекватными исполнительскими техниками. И встает вопрос в полный рост, и уже давно встает. Пьеса плохая или театр неплох? Люди театра врут, что дайте нам телефонную книгу, и мы поставим ее. Они пьесу-то иногда поставить не могут. Начинают ее инсценировать и только после этого ставить. Это я не конфликтую с театром, я сам человек театра. Мой дедушка был портным. Я играл с большими портняжными ножницами, в комнате стоял манекен без рук и головы. Он мелом чертил на ткани, вырезал и прикалывал на манекен булавками. Пьесу писать почти так же, а уж сценарий это точно. Он гладил раскаленным утюгом, из-под которого валил дым. Я говорил, горит, а он отвечал философски. Сгорит, не сгниет. Для меня тогда портной был из братьев Гримм, из Андерсона. А когда я подрос, то узнал, что он директор большой швейной фабрики. А заказы на дом берет просто так, для развлечения. Покрив всегда будет интереснее канонического текста, как слухи и сплетни, интереснее достоверной информации. Общество обязано постоянно атаковать догму во имя ее крепости. Настоящая догма от атаки только вырастает и утверждается в очередной раз. Вот сейчас сижу и пишу сценарий об Александре Невском и Данииле Галецком. Господи, кто были эти люди, нам никогда не узнать. Потому что с 13 века 10 раз переписывали их жития. Как менялась политическая ситуация, так сразу и переписывали по политическому заказу. И что мне делать? Я не могу жить в доме, где телефон в течение часа звонит около 40 раз. А мои домашние отказываются его выключать, хотя не хотят автоответчика, бегут со всех ног, отбирают друг у друга трубку. Они не хотят врать, что меня нет дома, потому что врать нехорошо. Короче, если это поединок, то они явно не на моей стороне. Когда у меня на мобильном телефоне кончаются деньги, я испытываю острое наслаждение, а они горечи. Они ждут, видимо, какого-то таинственного звонка. Например, позвонит Путин и спросит, что делать с культурой? Прочитайте статью Мишеля Виновера «Избыток режиссура», написанную аж в 1988 году. Виновер предупреждал об опасности, избыточности режиссера и актера. Цитат. Режиссер не должен увеличивать смысловую избыточность пьесы за счет сценических средств. Концепция спектакля равна тексту, и это не умаление режиссерской профессии, это ее уточнение, это, так сказать, ювелирка. Актер должен быть адекватным, то есть играть ровно столько, сколько нужно, а не в три раза больше, как учат в школе. Отказ от избыточности и есть режиссура новой драмы. Есть два героя. Один говорит, посмотрите, что этот подлый мир сделал со мной. Другой говорит, посмотрите, что я сделал с этим миром, пытался сделать. Первый герой хорошо описан, много произведений. Пора переходить ко второму герою. Есть три типа историй. Первая – история крушения катастрофы. Гроза, маскарад и так далее. Вторая – история спасения. Третья – история триумфа. Самая интересная, конечно, история спасения. В этом смысле я очень люблю Робинзона Круза. Исходя из этих трех типов историй, можно, наконец, поговорить и про финалы. Три варианта – катастрофа, спасение, триумф. Открытый финал стал уже пошлостью. Но если быть честным, то надо признать, в жизни финалы отсутствуют как явление. Смерть или триумф героя лишь порождает новые коллизии. Стало быть, финал – требование читательской, авторской логики. Любой финал – ложь, и надо с уважением отнестись к этому факту. Тут уж как совесть и вкус автору подскажут. Я попросил Славу Друненкову написать монолог «Еродива и бабы» в пьесе «Три действия по четырем картинам». Чтобы баба Еродиву прорицала, чтобы жители XIX века ее не понимали. А вот современный зритель понимал бы ее пророчество очень хорошо. Что-нибудь о червях, вирусах, троянцах, о Уиндус, о подлости Касперского. Слава написал. Монолог начинался так. Вот она, материнская плата. Да, я сказала на открытии театра ДОК. Новая драма должна умереть. Я думала, что мысль моя понятна, а вот приходится с некоторыми объясняться. Поясню. Новая драма – явление кризисное. Это движение было рождено из-за дисбаланса в современном российском театре. Как только дисбаланс исчезнет, новая драма умрет, я скажу «Слава Богу». Должна установиться нормальная пропорция между классическими и современными текстами. Но произойдет это не скоро. Не из-за чьей-то злой воли, а не из-за того, что современная драма – ужас как плоха, а классическая пьеса – чудо как хороша. Это просто вопрос театральной школы. И еще совершенно чудесные выдержки из его занятий в школе документального кино, которые Михаил Юрьевич Угаров вел вместе с Мариной Александровной Разбешкиной в течение долгих лет. И мне посчастливилось три года назад. Я была приглашена на показы курсовых работ. Было такое, ну жюри, не жюри. Просто люди высказывали свои ощущения от увиденного. И мы провели два дня в очень интересной компании режиссеров, драматургов, сценаристов, создателей кино и театра, музыкантов. Так что это было очень интересно. И вот Дина Баринова записала на лекциях какие-то высказывания Михаила Юрьевича, которые тоже были опубликованы в журнале «Театр». Он раздавал опросник и говорил о нем. Весь опросник построен по принципу пересечения границ. Там почти в каждом вопросе пересекаются границы личного. Режиссер чем занимается? Он занимается пересечением границ. Я веду какой-то рассказ и все время пересекаю разные границы. Стилистические, ритмические, смысловые. Чем я интереснее, искуснее, чем более я нагло, неожиданно это делаю, тем я интереснее как режиссер. В принципе, режиссура – это искусство пересечения границ. Я вас недаром просил слово «трансгрессия» посмотреть. Вторая очень важная вещь – это присвоение. Что имеется в виду? Сдается тупой идиотский вопрос. Трудно ли быть идиотом? Можно, как некоторые из вас написали, ответить. Нет, это очень легко. Это чмо. То есть это значит, идиот – это не я. Это где-то там на улице он ходит. Но нам интереснее, поскольку профессия у всех творческая, присвоить и найти этот момент, когда не кто-то там, а я лично. Я вот раз сто в жизни был идиотом. И чем больше я стал вспоминать и раскручивать, тем больше вынул случаев, которые я теперь только осознаю. В тот же момент ты не понимаешь, а потом результативно понимаешь. Типа, ой, зачем же я так? У вопросники очень много вопросов на присвоение. Вот вопрос Сева про непацанское поведение. Можно из себя достать, когда я не пацан, в какой ситуации? Причем женщина тоже может. Вот не пацан она. Вот так она себя повела, не пацан. И она сама про себя может это понимать. Присвоение – гораздо более творческий путь, чем отстранение. Да, нужно выполнить то, что просит режиссер. Рисунок, система, концепция. Да, актер должен выполнить то, что нужно драматургу. Обстоятельства, текст, ситуация. Но нужно еще и свое взять, понимаете? С себя. Очень была история показательная, когда в МХТ мы делали к 150-летию Станиславского спектакль. Коллективный, одноразовый. Это спектакль «Вне системы», который ставил Кирилл Серебренников. Возвращаясь к тексту Угарова. Я там Немировича играл. Четыре режиссера на сцене. Дмитрий Черняков, я, Виктор Рыжаков и Кирилл Серебренников. Мы эту сцену сделали, все нормально, а Кирилл, как режиссер, всего этого говорит. Все очень хорошо, только в два раза быстрее надо. Все четыре режиссера, они же их понимают хорошо про время, и все говорят, да, Кирилл, ты абсолютно прав, мы сделаем это в два раза быстрее. Все расходятся, я стою и думаю, а вот хрен тебе, Кирилл, хрен, я свое возьму. Если уж я в кои-то веки вышел на сцену МХТ, я уж побуду какое-то время на ней. Дальше я пошел курить, и мне стало очень смешно. Вот кто это сказал во мне? Какой-то неведомый актер во мне выступил? Вот это свое взять, да. Ну и последнее, что я скажу. Человек отвечает на опросник. Я не знаю, я не такой. Нет, такой. Выйдите из памяти, вспомните, потому что внутри есть все. Просто мы не все помним, не все фиксируем. Хороший разговор был с Серебренниковым, мы говорили про студентов. Ну это какие-то 19-летние, ни опыта жизненного, ничего, ни любви, ни драмы какой-то у них не было. А Кирилл бился за них и говорил, да все у них было, у каждого была любовная драма, трагедия, предательство. Пусть в маленьком масштабе, 19-летнем, но у них есть полный жизненный опыт, такой же, как у 30-летнего человека. И это есть в каждом. Вот хороший вопрос. С кем вы выпьете одеколон? Отвечают. Я не пью одеколон. Ну хорошо, ладно. А если представить крайнюю ситуацию? С кем? Вот кто-то написал мне, что если я выпью, я умру. Ну хорошо, вы умрете. Тогда скажите, с кем вы умрете? Я спрашиваю, потому что одеколон, как правило, не пьют. Ну пили бомжи, и то, когда я был очень молодой, в советской эпохе, когда были проблемы с водкой. У меня вот виски в холодильнике, значит. А мы с тобой одеколон. Это такая история уже игровая. Тоже история с гусями. Там тоже очень важно присвоение. Ну понятно, что я в жизни ни одного гуся не убила, и вряд ли такая ситуация произойдет. Но если сесть, закрыть глаза, сосредоточиться, гусь, которого мне почему-то необходимо убить, и как я это сделаю? Еще два списка я у вас спросил. Первый, с кем переспать? Второй, кого любить? Вот недаром они два таких, понимаете? Любить – это одно, с кем переспать – это другое. Но они вместе стоят. Это важно. Вообще, это вопрос трагический, честно говоря, если втуматься. И хочу я прочитать еще одну цитату про новую драму. Михаил Угаров сформулировал этого для журнала «Сеанс». Я нашла на сайте журнала «Сеанс» петербургского о кино. Михаил Угаров. А он был сценаристом, помимо петербургских тайн, этих известных с 90-х годов, он был сценаристом сериала Кирилла Серебренникова «Дневник убийцы». Может быть, вы смотрели в начале 2000-х. И он был одним из тех, кто создал такую сценарную компанию и режиссерскую. В общем, они все его ученики были. Это был такой сериал «Школа» в 2010 году на Первом канале, который посмотрела тогда по оценкам телевизионных замеров, смотрела больше трети россиян. Он был очень важен тогда для российского общества в 2010 году. Итак, про новую драму для журнала «Сеанс» Михаил Угаров. Мы сегодня живем в ситуации поляризованного искусства. С одной стороны, оно смыкается с документом, с другой стороны, со сказкой. Большое кино полностью захвачено сказкой. Те, кто работает на реальности, документ в меньшинстве. По крайней мере, в нашей стране, где большая часть населения упорно повторяет. Мы устали от серых будней, мы не хотим видеть то, что и так видим каждый день вокруг себя. Это, конечно, величайшая ложь. На самом деле, они ничего не видят. Срабатывает техника психической безопасности. Человек просто перестал реагировать на то, что происходит вокруг него. И это понятно. Если я буду реагировать на все обстоятельства, я не выживу. У сегодняшнего человека выработана очень интересная техника безопасности. Отмена события. Я этого не вижу, я этого не слышу, значит, этого не было. Большая часть зрителей приемлет только фэнтези и сказку. Логика зрителя такова. Я должен получить удовольствие и отвалить. Вот концепция, по которой живет современный зритель. Новая драма работает по совершенно иным принципам. Три основополагающих закона написания пьесы, которые мы декларируем. Это я здесь и сейчас. У меня такое чувство, что даже спустя два года можно сказать, что Михаил Юрьевич Угаров он здесь и сейчас. Спасибо большое. Это была программа «Без антракта» в памяти российского драматурга, учителя, режиссера, сценариста, философа театрального Михаила Угарова. И я попрошу сейчас нашего звукорежиссера назвать мне от 10 до 700 любое число, и я прочитаю вам страницу из книги, которая была выпущена год назад Елена Гремина, Михаил Угаров, пьеса и тексты. Вот второй том это тексты Михаила Угарова. Давай до 400. От 10 до 400. 88-я страница. Сейчас я найду и прочитаю вам, что там есть. Любочка, героиня. Это пьеса правописание по гроту. А вот здесь она и оступилась на этом самом месте. Вот-вот это самое местечко. Это всякий знает. Ювеналий, заткнись. И она упала. То есть она села сначала. Но ты же знаешь, ступеньки узкие, просто ступенечки, приступочки какие-то. Она села, она завалилась и поехала. Поехала прямо спиной по острым ступенечкам, головой вниз поехала. Да так, что куски ее спины остались на гребешках, ступени, к лоскуточке платья и прямо целые кусища кожи. Ювеналий кричит, божечка, заткни ей рот, чтобы у тебя ноги и руки отпали. Любочка, в гробу она лежала вся сень, и не отвру, серая. Серая, как серый студень. И распухла себя, как слониха, просто спучилась, и в животе у нее кишили червяки. Вот так умерла наша бабулечка, царствие небесное. Мамочка, знаешь, как плакала, все мы плакали, хоть я и маленькая была, ревела ужас как. Пусть земля и будет пухом. Ну что, размазня, получил полную порцию? Кто тебе капельектаст? Съел гуся. Как интересно, мы пришли к тому гусю, о котором он говорил в своей лекции в школе документального кино. Спасибо большое. Читайте пьесы Михаила Угарва. Есть в интернете очень много его лекций о театре. Я думаю, что это интересно. Спасибо. Всего доброго.